Слава Украине, привет всем от Павловского. Сегодня ночью, по нашему времени, выступил президент Соединенных Штатов Америки Байден и объяснил американскому народу, почему он не хочет, не может идти на пост президента на следующий срок. Ну, почему и так очевидно, в принципе, это была дежурная речь с целью показать, что Байден жил, Байден жив, Байден будет жить, это и так понятно было, что с ним ничего не произошло, это был Байден, пожилой человек в его возрасте, да, немножко приболел, тут такое, со здоровьем уж как есть, так есть, да. То есть, он специально снялся с президентской гонки, с моей точки зрения, абсолютно правильное решение, тяжелое для него, но я всегда говорил, что с интроба 6 рублей, ему нельзя идти на следующий срок, и он поступил абсолютно правильно. И при этом поддержал Камалу Харрис, автоматически сделав Трампа самым старым кандидатом на госпрезидента Соединенных Штатов Америки за всю ее историю, поправьте меня, если я не прав, были ли более старые кандидаты, чем Трамп, более дряхлые, мне тяжело сказать, вот. И теперь, как бы, все, что Трамп говорил о Байдене, автоматически переворачивается на него, потому что, ну, сами рассудите, может ли поменять или сделать великой страну человек в таком преклонном возрасте, когда уже, опять-таки, поймите правильно, я не против какого-то возраста, я против того, что люди переоценивают свои силы, да. Ну, вот, идти в таком пожилом возрасте, как Трамп, на пост президента, это все равно, как, знаете, будучи, вот, тебе, допустим, да, тебе там 50 или 60 лет, но ты себя чувствуешь еще 20-летним, и ты говоришь, э, ребята, а я когда-то очень классно играл в футбол, а не пойду-ка я там за Динамо Киев сбацаю, да, вот, ну, я здоров, вот, я себя быком здоровым чувствую, а ну-ка сейчас, вот, выйду и там 20-летних оббегу всех, да, это, вот, лично мне тоже так кажется, да, вот, сейчас, наверное, всех пооббегаю, не, не оббегу, не оббегу никак 20-летних, ну, вот, потому что вот так, вот, и выходит этот человек на поле и смотрится, ну, немножко говоря, по-идиотски, да, вот, и я об этом, то есть, человек, который не вырос, грубо говоря, вот, как там мои дети, с соской, им было там по два года, они сидели у компьютера, да, и мне с ними тяжело в этом плане равняться, потому что они с компьютером выросли, а я компьютер первый раз увидел, когда мне там, сколько, 30 лет было, ну, блин, ну, о чем вы говорите, вот, то есть, в силу возрастных уже изменений этот человек не может ничего передового принести, этот человек не в состоянии уже что-либо поменять, потому что он вырос в старую эпоху, у него все мозги там, у него весь жизненный опыт, извините меня, не на современных процессорах, а на вот этой карте, да, помните, такие карты были, где память там, с пробитыми дырочками, вот эти вот ЭВМы, вот у него там память, то есть, получается, что на сегодняшний день кандидат от демократов, молодая, ну, по политическим, понятно, что там, 59-60 лет, это уже, как бы, совсем, ну, господи, чтобы не оскорбить никого, ну, не молодая женщина, как бы, по физическим меркам, но, по политическим меркам, ну, вполне себе ничего, да, то есть, молодая на фоне Трампа женщина, активная, прокурор, вице-президент и драклеющий чудик, несущий какую-то ахинею, да, постоянно, причем несущий, путающийся, он очень, кстати, напоминает, вот если сейчас отбросить Байдена, он очень напоминает Байдена Трампа, он иногда несет нонсенс, то есть, он забывает к концу фразы, что он говорил в начале фразы, он путает людей, путает, ну, понятно, что мы уже в курсе от Трампа, теперь, что Орбан, это президент Турции, мы же не знали раньше, да, и так далее, и так далее, таких вот случаев много, то есть, все теперь переключаются на Трампа, на его возраст, и получается, что он слишком пожилой, и, ну, явно не в состоянии сделать то, что он обещает своим, так сказать, любимым избирателям, вот, вот о чем идет момент, и я уже сегодня проснулся с утра, посмотрел, а там избиратели в США начали писать, я так понимаю, республиканцы, значит, я посмотрел, неплохо, это республиканцы пишут, неплохо бы, чтобы Трампа посадили, тогда претендентом станет Ники Хелли, она в состоянии выиграть у Камалы Харрис, это, я, честно говоря, посмеялся, но в каждой шутке есть доля шутки, да, если бы, а я тогда еще говорил, если бы Ники Хелли прошла вместо Трампа, сейчас бы она могла, как говорится, соперничать, и на, как вам сказать, на одной волне с Камалой Харрис дискутировать, да, не будучи, не выглядя, не выглядя как Байден в споре Трампа, вот, вот вы меня поняли, да, вот это вся ситуация, теперь, что касается русских, что, как они отреагировали на то, что у демократов молодой кандидат, а у расистов, ой, вы видите, как я оговорился, а у расистов старый кандидат, оговорочка по Фрейду, да, нормально, да, так вот, вот некий там Дугин, вы все знаете, этого прекрасного чудика, ну, его нельзя воспринимать, как вам сказать, его нельзя воспринимать, как просто идиота, нет, дело в том, что этот человек формирует в довольно значительной степени позицию России на международное время, и вот Дугин уже начал писать о том, что вот, если Трампа сейчас, у нее, у Камалы Харрис нет никаких шансов, то есть понятно, что у Камалы Харрис есть все шансы победить Трампа, это раз, и она его победит, с моей точки зрения, она его под орех разделает, увидите, но, тут идет речь о другом, они знаете, что начали говорить, что теперь единственная надежда у демократов, это убийство Трампа, то есть расисты, смотрите, на что рассчитывают в этом случае расисты, им нужно, а теперь давайте между строчками читать в этом случае, им нужно убийство Трампа, расистам, с тем, чтобы с их точки зрения вызвать какую-то гражданскую войну в США, конечно же, это не будет в жизни, никогда, ни при каких условиях, там есть несколько, там сот, может тысяч экзальтированных, сумасшедших, которые начнут что-то там делать, совершать какие-то телодвижения, в случае откуда, тьфу, не дай бог, убийство Трампа, но, мне кажется, ФБР их переловит за 4 минуты, всех этих супчиков, да, вот такой вот момент, тут второй момент, расисты начали ставить на убийство Трампа, то есть им нужна дестабилизация в Соединенных Штатах Америки, для чего им нужна дестабилизация в Штатах, чтобы прекратилась помощь Украине, прежде всего, и напасть на нас, и здесь, значит, сделать из нас фаршмак, вот, для этого им нужно, конечно, дестабилизировать США, прежде всего, да, это главная задача расистов на сегодняшний день, и их агентуры, кстати, сейчас вот ФБР, может совершенно спокойно ловить всю эту шизоидную публику, которая все этого требует, вот, им нужно убийство Трампа, вот, как хотите, это мое личное мнение, России нужно, чтобы с Трампом что-то произошло, потом вкидывается, там, вы же поймите, сейчас работают одновременно десятки тысяч ботов, вкидывается необходимая информация, а, убили нашего лидера, все, все на Белый дом, и вот это вся бредятина, да, вот, что нужно расистам, вот это я, кстати, заметил сегодня с утра сразу же, то есть, у них была, я, кстати, не знаю, почему они так надеются на Трампа, Трамп не друг России, вот, это тоже была, как бы, такая дурная абсолютно у них надежда первый раз, ну, они же дураки, они в ту же самую яму падают два раза, у них, как сказать, дурная надежда на Трампа во второй раз, видимо, из-за выбора вице-президента и так далее, и так далее, ничего хорошего у них из этого не выйдет, но они опять начали ставить на то, что Трампа убьют, тогда в Америке будет дестабилизация, Америки будет не до Украины, мы в Украину, значит, зайдем и всех перережем. Вот, собственно говоря, на что рассчитывают на сегодняшний день в Кремле, видимо, на все остальное у них надежды уже нет, ну, а вот, собственно говоря, и все. В сухом остатке, Байден снял кандидатуру, правильно сделал, у демократов относительно молодой кандидат, у республиканцев старый кандидат, очень старый, ну, по американским меркам, старый кандидат, один из, или самый старый, или один из самых старых за всю историю Америки, который вряд ли что-то сможет сделать, придя на пост, будет, скорее всего, напоминать Байдена. Ну, вот, собственно говоря, и все, расклады вот такие вот. Что вы на Буде дали, побачим. Продолжение следует...